МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прогулки по воде. Ну вот это вот постоянно такая петрушка. Двор, где совсем не любят дожди. После каждого ливня здесь образуется огромная лужа. И так уже более 20 лет. Город, история которого начинается с горы Зелёной. В 50-х годах прошлого столетия у горы Зелёной появились первые жилые дома. Тогда это был Зеленогорск или новая письменка. А сейчас современный Лениногорск с 68-летней историей. Интересные факты из прошлого и как отметили дату. Урожай в поисках покупателя. Удивительно, что до сих пор нет желающих покупателей зерновых. Продолжается уборка зерновых. Как сильно заморозки и засуха отразились на урожае. И почему аграрии прогнозируют, что начинается новая борьба. Борьба за покупателя. Бездомные собаки получат землю. И вы все замечательные собаки у меня. И собаки замечательные у меня. Реабилитационному центру выделили участок под строительство вольеров. Но зоозащитники, как прежде, нуждаются в средствах на покупку корма и медикаментов. Это новости Юго-Востока. Здравствуйте. В студии Елена Золотарева. Затопило двор. Альметьевцы пожаловались на огромную лужу между домами 123В и 125 на улице Ленина. Этот неприятный инцидент уже стал обыденностью для местных жителей. Они говорят, что проблеме не один десяток лет. И решение до сих пор не найдено. На месте работала наша съемочная группа. Часть Альметьевская превратилась в Венецию. Но это не торговый ход для увеличения внутреннего туризма. А реальная проблема местных жителей. Озеро из дождевой воды образовалось на дороге между домами 123В и 125 на улице Ленина. По словам местных жителей, такой водоем появляется здесь после каждого ливня. Такие потоки происходят буквально каждый сезон. То есть, как дождь прошелся, вот такая вот у нас лужа образовывается. Маргарита Малютина переехала сюда 10 лет назад. На ее памяти не было ни одного года, чтобы дорогу не топило. А Алексей Масенков живет в доме с момента его сдачи. Больше 25 лет. И не может вспомнить ни одно лето, чтобы на асфальте не образовывался плотный слой воды. А с наступлением холодов начинаются другие проблемы. Потом, когда мороз, лед там замерзнет, здесь вообще такие, как на ферме льдают в океане. Алексей Масенков считает, что проблема возникает из-за того, что в существующей ливневке большому объему воды тесно. Вот здесь канализация, решетка. Труба, там четверка идет, маленькая труба. Надо трубу побольше, чтобы она была здесь. А здесь постоянно здесь все держится. Для того, чтобы ходить и ездить по сухому асфальту, местные жители неоднократно обращались в управляющую компанию. Обещают, каждый год обещают. Новый этот хотят сделать, а что-то с двига никакого нет. Новое что, покрытие полностью асфальтовое или что? Перекроить воздух? Нет, нет. Ну, нам хотят сделать как водоотвод, чтобы вода сходила. Но вот это вот постоянно такая петрушка. О трудностях жители знают и в администрации города. И обещают помочь. Система, которая должна обеспечивать надлежащую работу инфраструктуры, не функционирует должным образом. Данная проблема существует и принимаются меры для ее решения. По поручению главы Альметьевского муниципального района Тимура Нагуманова будет проведена проверка системы, чтобы установить ее недочеты и найти решение. В 2024 году эта территория будет отремонтирована в рамках программы «Наш двор». У города уже есть опыт, когда в ходе реконструкции выполнялась полная замена ливневок. По информации пресс-службы главы, это помогало решению подобных проблем. Возможно, в этом дворе история с местной Венецией тоже останется в прошлом. А сегодня ситуация обстоит так. Вода стоит уже пятые сутки, так как эти фото появились в пабликах еще 18 августа. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Две значимые даты отмечаются в 2023 году. 80-летие с начала разработки нефти Татарстана и 75-летие Ромашкинского месторождения. Этим важным вехом посвящен документальный фильм, который вы сможете посмотреть на нашем канале. Он позволит заглянуть в историю полной героических свершений и осознать путь, пройденный компанией Татнефть за эти десятилетия. Смотрите фильм «Путь нефти. Победа» в четверг, 24 августа, в 18 часов. Лениногорск отметил 68-й день рождения. Праздничная программа прошла на фонтане балерины. Концертные выступления стали главным украшением вечера, но не единственным, что ожидало жителей и гостей города. Творческие мастер-классы, конкурсы рисунков на асфальте, увлекательная выставка ретро-фотографий. Каждая из этих точек привнесла свои краски в общую палитру праздника. Лениногорск – веселый город. Он полон радостью детей. Удачей взрослых он наполнен. Веселым смехом всех людей. День рождения Лениногорска отметили по-семейному. Жители всех возрастов собрались у сцены на фонтане. Городские артисты радовали лучшими творческими номерами. «За высоком на гордане, вы барыня, барыня, сударыня, барыня». Выставка копий ретро-фотографий Лениногорска 70-летней давности знакомилась с историей образования города. Специалисты Краеведческого музея рассказывали ее всем интересующимся. В 50-х годах прошлого столетия у горы Зеленой появились первые жилые дома. Это палаточный лагерь и бараки. Позже здесь образовался рабочий поселок Нефтяников. Официально его название «Новая письмянка», но в народе его называли «Зеленогорском». В 55-м году на этом месте образовался город, названный Лениногорском. Рядом проходили мастер-классы по изготовлению различных поделок. Пятилетняя Эрика готовила подарок для мамы. Макнула класску, вот где-то фарета, где-то рисунок делала. И вот цветочку такую. Алия Гайнудинова 8 лет преподает в детской художественной школе. Декоративно-прикладное творчество и лепку. Она любит свой город, потому что родилась в нем и выросла. Очень уютный, чистый, очень приветливые люди, добрые. Почитал – передай другому. Библиотекари организовали на фонтане точку буккроссинга. Книги на двух языках – татарском и русском. В подарок читателям буклеты с информацией о поэтах и писателях родного края. Мы раздаем книги, которые приносят читатели. Свои домашние книги, они освобождают свои библиотеки. А мы даем книги вторую жизнь. Мы даем им читателям, бесплатно, конечно. Они могут их возвращать, могут не возвращать. Могут приносить свои домашние книги, чтобы мы опять кому-то это все давали читать. И так у нас такой круговорот идет. Много было активностей для детворы. Кто-то участвовал в играх, а кто-то в конкурсе рисунков. Дети мелом изображали на плитке достопримечательности Лениногорска и признавались городу в любви. Наталья Лакомкина, Роман Богатов, Новости Юго-Востока. В Республике Татарстан завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Оно проводится в целях недопущения управления транспортом автомобилистами с признаками алкогольного опьянения. Что в голове у человека, севшего за руль пьяным, и чего это ему может стоить, узнавала Катерина Машенцева. Пьяные, конечно, преступники. Таково мнение большинства – и водителей, и пешеходов. Но случатся аварии, в которых виновник – водитель под шофе, не перестали. В Республике 23 августа завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Сотрудники госавтоинспекции усилят комплекс профилактических мероприятий. В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствия, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полтора до двух лет. Кто не усвоил правила, что за руль только «трезвым» и снова попался автоинспектором, может распрощаться не только с правами уже на три года, но и со свободы на срок до двух лет. Штраф в этом случае может составить до 300 тысяч рублей или обязательной, или принудительной работы. В случае, если в ДТП, совершенном лицом в состоянии опьянения, есть погибшие, виновнику грозит лишение свободы уже от двух до семи лет. А если погибли два и более человек, лишение свободы на срок от четырех до девяти лет. Если вы стали свидетелем того, что человек в состоянии опьянения намеревается сесть за руль или уже осуществляет движение, позвоните в госавтоинспекцию по телефону 439625. Или сообщите в телеграм-канал госавтоинспекции Альмитюска. Кер-код для перехода вы видите на экране. Чтобы не было такого. Не контролирует свои действия. Может, в результате, скорее всего, аварийную ситуацию. Конечно же, отрицательно. Ну, как вам бы относиться к этому? Местный житель Андрей Николаенков вообще категорически против алкоголя за рулем и вне него. Сам придерживается трезвого образа жизни. Алкоголь у них в голове. Просто такой побочный эффект алкоголя. Это яд. А вот почему нам разрешен продажа алкоголя, а в некоторых местах это два суточного. Это уже вопрос, наверное, не мне надо задать. Шесть ДТП. Семеро пострадавших и один погибший. Столько стоит рюмка алкоголя для того, кто в состоянии море по колено садится за руль. Это данные за семь месяцев текущего года и только по Альмитевскому району. Готовы ли платить по таким счетам? Граждане водители. Катерина Машинцева и Нурзалятов. Новость Юго-Востока. В селе Абдрахманово Альмитевского района пожарные тушили сарай. Информация о происшествии поступила в понедельник в 17.40. Это сообщает Государственный пожарный надзор Альмитевска. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Напомню, что связаться с нами можно через мессенджеры, ватсап и телеграм. Пишите, если у вас есть вопрос, пожелание или вы хотите поделиться проблемой, либо предложить тему для сюжета. Это еще не все новости. Продолжим после рекламы и вот о чем расскажем далее. Продолжается уборка зерновых. Как сильно заморозки и засуха отразились на урожае? И почему аграрии прогнозируют, что начинается новая борьба за покупателя? Бездомные собаки получат землю. Реабилитационному центру выделили участок под строительство вольеров. Но центр, как прежде, нуждается в волонтерах и средствах на покупку корма и медикаментов. Полным ходом идет уборка урожая в одном из передовых хозяйств Бавлинского района. Несмотря на то, что нынешняя весна стала для аграриев района тяжелым испытанием, с одного гектара там получают 15-16 центнеров зерновых культур. Урожай есть, а покупателей нет. Почему? Разбиралась моя коллега Индира Сафюлина. Уборочная страда в разгаре. На поле хозяйства Исламгалиевых работают несколько комбайнов. За рулем одного из них опытный комбайнер-механизатор Равшан Артыкбаев. Работаю в этом хозяйстве более 8 лет. Я пришел в хозяйство Исламгалиевых механизатором. Техника исправна, работать и работать. Я бы не сказал, что урожай такой плохой. Погода позволяет, стараемся собирать без потерь и отправить в зернохранилище. Равшан, не теряя времени, поспешил за руль, пока его не обогнал другой комбайн, идущий за ним. Сегодня в нашем фермерском хозяйстве 8500 гектаров пашни. А зимую пшеницу успешно собрали. Есть ячмень, овес и яровая пшеница. Ячмень убирают на последних гектарах. Сегодня-завтра завершим уборку. Затем из зерновых культур на тысячах гектаров останется яровая пшеница. Затем можно будет собрать горчицу на 300 гектарах. Также планируем убрать рапс и подсолнечник. Ранняя весна и неожиданные заморозки нанесли значимый ущерб каждому хозяйству. Поля Исламгалиевых тоже не стали исключением. В этом году существует и проблема с реализацией зерновых. Урожайность в этом году небольшая – 15-16 сантиметров с гектара. Возросла стоимость горючих материалов, запасных частей. Несмотря на все трудности и природные испытания, мы стараемся завершить уборку зерновых. Но удивительно, что до сих пор нет желающих покупателей зерновых. Мы хлеборобы до сих пор даже не знаем цены на хлеб. Странно, конечно. Я лично занимаюсь сельским хозяйством с 90-х годов. Я понимаю, что сегодня стране не нужен хлеб, который мы производим. По словам руководителя Вахита Исламгалиева, кадров достаточно. Они пытаются привлечь больше молодежи. Индира Сайфулина, Булат Миязов, Новости Юго-Востока. Реабилитационному центру «Кошкин дом», где лечат и содержат бездомных животных, выделили участок под строительство вольеров. Потребность в дополнительных местах высокая. Из-за большого количества животных им стало тесно. Зоозащитники добивались этого давно, поэтому представленные земли стали большой победой для приюта. Но, несмотря на это, огромное множество проблем по-прежнему остается. О том, как ставят на ноги животных, которых считали безнадежными, и какая еще помощь нужна приюту, расскажет Диляра Шигапова. Зоозащитница Марина Иванова содержит «Кошкин дом» с 2006 года. За это время ей удалось спасти тысячи бездомных животных с улиц не только Альметьска, но и близлежащих городов. Каждого питомца она знает по имени и с гордостью называет легендарной личностью. За время работы бывало всякое. Вот история о свободолюбивом ботсмене, которого хозяева выпустили на самовыгул. У него был перелом позвоночника, удалена одна почка, его сбила машина. Мы позвонили двое мужчин на обочине, вызвали нас, в общем, чудом тоже через сову, спасли мы его. Шанс выжить был один на миллион. Однако поставить на ноги собаку все-таки удалось. Сегодня ботсмен живет простой, но счастливой жизнью. Однако не у всех историй положительный конец. Недавно зоозащитники нашли четырех собак, отравленных ядом. Когда добровольцы сообщили в Кошкин дом о пострадавших животных, спасать четвероногих было поздно. Под вот таким жарким солнцем лежит, он не может ничего делать. Его съедают мухи, обезвоживание не наступает, голод и вот просто это ужасно. Подарить бездомышам вторую жизнь Марине Ивановой помогают сын и зоозащитники, к которым она относится с особой теплотой и признательностью. Несмотря на команду добровольцев, приют по-прежнему сталкивается с нехваткой рабочей силы. Ну, руки очень нужны, конечно, очень нужны, потому что мы сейчас с сыном, именно сын, да, конечно, это слов нет, чтобы я без него делала. Но мы, у нас сейчас такая работа, мы как снабженцы, и не каждый хочет замарать свою машину. То есть, вот поэтому мы на своей машине вот возим всех животных в ветеринарные клиники. И поэтому пока туда-сюда ездишь, и уже не успеваем, вот что-то вот более углубленно сделать. Реабилитационный центр не спонсируется государством и выживает за счет пожертвований неравнодушных людей. Хочу поблагодарить всех, кто в нас верит, все, кто помогают нам в таком благом деле. У нас, конечно, нет таких больших организаций, которые нам помогают, но потихоньку-потихоньку все-таки откликаются, но они хотят почему-то остаться безликими. Говорят, не надо, не говорите ничего. Наверное, из-за скромности, я так думаю. Четвероногим друзьям может помочь абсолютно любой человек. Для этого достаточно малого понимания и бережного отношения к животным. Когда вы ходите из дома, вынесите с собой пакетик еды. Но говоря об этом, Марина Иванова призывает кормить животных аккуратно, поскольку испортившиеся щи на улице становятся очагом для размножения других организмов. По мнению зоозащитницы, исправить ситуацию с бездомными животными в стране поможет добро. Я все-таки считаю, что у добра тоже должно быть лицо. Это раньше так говорили, надо делать добро, нужно добро делать тихо. Я сейчас считаю, надо кричать просто об этом. И не нужно все именно сваливать. Так как вот аргументировать неправильно не надо теперь. Добро именно должно быть с лицом, с руками, с глазами. Как говорил французский писатель Антуан де Сент-Экзапери, мы в ответе за тех, кого приручили. Эти четвероногие друзья нуждаются в нашей помощи. Если вы хотите взять животное на дом или сделать добрый поступок, то обращайтесь в Центр реабилитации «Кошкин дом». Контакты вы увидите на экранах. Финансовые средства можно перевести по номеру карты Сбербанка на имя Марины Анатольевны. О поддержке кормами, материалами и рабочей силой можно узнать по телефону 8987-062-6255. Наша телекомпания тоже не осталась в стране и привезла в приют корм для животных. Диляра Шигапова, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. И о спорте в завершении. В Лениногорске прошли всероссийские соревнования «Матурлэк» и «Щашлары» по прыжкам на лыжах с трамплина. Около 60 спортсменов из семи городов России встретились, чтобы определить лучших. Как прошли соревнования, расскажем в сюжете. Участниками соревнований стали спортсмены в двух возрастных категориях – 12-14 лет и 11 лет и младше. Это представители Лениногорска, Альметьевска, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода и Красноярска. Своё мастерство в прыжках ребята показывали на двух трамплинах. Мальчишки и девчонки младшей возрастной категории прыгали с 32-метровой высоты. Старшие покорили трамплин высотой в 52 метра. Трамплины покрыты специальной керамикой. Она позволяет лыжам скользить не хуже, чем на льду. За счёт этого тренироваться можно и зимой, и летом. Лениногорские ребята, как всегда, в лидерах. Поэтому, что сегодня, ну, сильный команд Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Красноярск, края. Тут тяжело прогнозировать, но ребята молодцы и борются. Одна из участниц – 13-летняя жительница Санкт-Петербурга Милана Мишалкина. В этот спорт её отдал папа. Когда-то и он покорял высокие трамплины. Милана признаётся, из этого спорта хотела уйти. Пробовала другой. Однако возвращалась. Прыжки с трамплина – часть её жизни. Спортсменка до сих пор помнит свой первый прыжок. Говорит, было страшно, но ощущения полёта незабываемы. Милана показала хороший результат и поделилась с нами секретом своего успеха. Я очень зависима от мнения моего папы. Вчера он мне очень сильно помог своими словами, то есть мне дал настроя. И, может, это как-то повлияло. По итогам соревнований у лениногорских летающих лыжников два призовых места. Ещё пять забрали представителей Санкт-Петербурга. Четыре – Казани, а одно – Альметьевска. Марина Алтунина, Наталья Лакомгина, Новости Юго-Востока. Если не успели посмотреть новости в эфире, заходите на сайт. Его адрес – almetiusk.defisru.ru Оставляйте комментарии к выпуску, пишите нам о своих пожеланиях и предлагайте темы для сюжета. Нам важна обратная связь. На сегодня это всё. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова